Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Часто мы их встречали, и они меня один раз даже убили. А может и не один раз, но по-моему один. Чем занимаетесь? Кирану не сильно этому доверяют, еще пока. Жалкий тип немного, и предатель к тому же своей банды. Ну, предать свою банду и вступить в нашу банду, у него другого выхода-то не было. Но думаю, что шансов выжить у него нет, потому что... Одри Сколы такого не прощают своим. Они его найдут и казнят, я думаю. Но очень надеюсь, что до этого не дойдет. Незнакомец там был, наверное, Одри Скол какой-нибудь. Короче говоря... После ограбления поезда... О, блин, опять шторм начинается. Так, на сообщение потом отвечу. Какой у нас план сейчас будет с этим поездом? Мы взяли цистерну в прошлый раз. Взяли цистерну с этим бензином или керосином, чем там... Горючим, в общем. И мы ее припаркуем прямо перед поездом. У поезда не будет другого выхода, кроме как остановиться. И тогда мы залезем в него и ограбим. Надеюсь, убивать никого не придется. Лошадь уже бегать устала. Далеко еще бежать-то, а? Да, прилично. Ладно, о чем еще можно рассказать, пока мы это делаем все? О том, что в конце прошлой серии Артур встретился с двумя высокопоставленными членами агентства Пинкертона. Агентом Милтоном и Россом. Они говорят, что им нужен дача Вандерлинда. Это очень плохо. Возможно, нам придется переходить в другой лагерь и скрываться отсюда. Но дача уверяет, что они пока просто запугивают. И ничего делать пока не планируют. Очень, очень пока надеюсь, что это так и есть. Опять арестовали кого-то. Хорошо, что это не твоя специальность. Эй, замолчи, Артур. Да, скоро тебе придется начинать учить уроки, а не побежать. Да я умею драться, но в работе по хозяйству от меня хватает. Впрочем, ты зачем это, англичанин, кроме этих случаев, когда тебе нужно? Я работаю, хочу найти. А ты сворачиваешь мне дела? Твоего дружбана Шона... А, не, не, я просто хочу, чтобы меня подстрелили, да? Это какая шутка, Артур Морген. Ты чертовски смешная. Да успокойся ты. Я советую тебе спать с кишками. Может быть, тебе спать с кишками наружу? Будь осторожен. Хе, ты нравишься мне, Артур. Я тебя люблю, давай попробуй. Ну же, попытайся. Тебе пора повзрослеть. Возьми меня с собой на этот налет. Налет? Ну не делай вид, как будто ты не понимаешь, о чем я. Вы же готовы напасть на этот поезд? Для работы, которую вы задеваете, это мне подходит. Значит, Марстен тебе рассказал? Это не ярмарка. Мне нужны хладнокровные парни. Если я тебя возьму, то таким же успехом могу и Мику схватить. Ну, ты не волнуйся. Ну, как скажешь. Скажи мне, Артур, чем я тебе не угодил-то, а? Хотя я не говори, я и так это знаю. Ты же видишь во мне угрозу. Угрозу? Да, мой юношеский задор. Он тебя пугает. Вот как? Это история стара, как мир. Смена поколений. Угасание света. Ты пережиток прошлого, старик. Понятно все. Тогда кто ты такой? А я будущее во всей красе. Ну что ж, удачи тебе с этим тогда. И заткни пасть свою тоже. Не хочу. Я лучше передохну до заката. Как они бы сочетают, не успеваю ничего. Просыпайся. Несчастный ты, лорд, дарь, бля. А ты что тут делаешь, малыш? Я иду с вами на дело. Я ведь сказал, что ты не идешь. Но Артур сказал. А решать именно ему, парень. Так что идем. Я и крутые ребята, наконец-то. Не терпится перерезать блоку кому-то мерзавтра. Ты уверен насчет этого? Нет, не уверен. Ну что, мы готовы? Да, поезд приедет сегодня вечером. Значит, все в силе. Чарльз? Да, я готов. Джентльмены. Давайте заработаем немного денег. Как они быстро говорят, и не успеваю озвучивать ничего. Всех лжедей отвязали? Вроде да. Отлично, они пойдут за нами. Нашел хорошее местечко, друг, для животных. Да, следуй по тропе на юго-запад. Там есть одно место. Оно далеко от цивилизаций. Там они быстро заметят. Увидят, что дорога перекрыта, и быстро остановятся. Похоже, что на границе поезд возьмет борт нового и отряд охранников. Стрелки будут, но надеюсь, их будет не сильно много. По крайней мере, не должно быть. Видишь, о чем я и говорю. Стоило мне на пару недель. Исчезнуть, и ты меня уже отстраняешь от дел. Только от тех, для которых мозги нужны. Занятый ты парень, Джон Марстон. Люди говорят, что ты все это время притворялся больным и отдыхать. Отдыхал, шрам наглаживал свой новый. Ты сам не знаешь, что говоришь. Далеко не уходи, а то вдруг на тебя белка набросится. После такого, чего ты доброго до конца года гинешь. Почему ты так много говоришь, прям не затыкаешься? Потому что у меня еще сердце бьется. Вы, старые калануши, уже забыли про мою жизнь. Да это вы двое во всем виноваты. Там от этого никакой пользы еще не было. Да, чтобы поймать Шона Макуайра, нужна целая армия. Сворачивай налево к Роудсу. Теперь посмотрите на меня. Я стрелок, я снова в деле, парень. Знаете, мой баба же всегда говорил. О, только не надо про папашу рассказывать. Ну ладно, ладно. Пошли вы все нафиг. Надут из люка и шрам. Веселая компания у нас. Значит, мы ставим поперек рельс? Да, в общем, да. Ты разберешься с машинистом. Джон, твоя задача быстро захватить пассажирский вагон, собрать пожертвования и проследить, чтобы все вели себя хорошо. А вы, юный мистер Макуайра, займетесь багажным вагоном и заберете оттуда все ценное. И только заткни пасть свою. Или схлопочешь. А что ты будешь делать? Я пойду вперед. Буду следить, не появятся ли законники и помогать вам троим. Неплохая роль. Самая легкая. Мы будем глушить так, что законники об этом не сразу узнают. Но все равно действовать нужно быстро. Ладно, ладно, шрам. Мы тебя поняли. Замолчи уже ты наконец-то, пожалуйста. Где это место, Марстон? Мы уже у железной дороги. Надо еще проехать чуть-чуть. Вот здесь остановим. Остановимся. Не забывай, это ни в чем не повинны люди. Мистер Марстон, мистер Смит, мистер Макгайр. По местам. Когда поезд сбросит ход, залезайте в него. А ты? Я прослежу за тем, чтобы появились законники. Любишь высокие ставки? Мне это нравится. Ладно, начинаю. Он приближается. Что это за пиксели у них? Что тут происходит? Что тут происходит? Что тут происходит? Ничего хорошего. Я сейчас залезу на поезд. Заканчивай, присоединяйся. Залезай, капитан, а я пойду вперед. Сохраняйте спокойствие. Давайте, выворачивайте свои карманы. Деньги, драгоценности, все, давайте сюда. Вот так. Давай, 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 гони все деньги. И все ценное. Мы не уйдем, пока не соберем все, все, что у вас есть. У меня нет ничего. Можешь поболтать с Ромео и Джулиадой? В чем дело, а? Деньги, бабки давай сюда. Ладно, ладно, чтоб тебя, блин. Не стесняйтесь, давайте. Эй, я считаю до трех. Один, два, десять! Лучше быть больным, чем мертвым, давайте. Давай, давай сюда, я теряю терпение. Дамы и господа, просто отдайте нам бабки, и мы уйдем. Эй. Эй, ящик, я дам тебе посчитать до десяти, чтобы ты дал нам все, что у тебя есть. Один. Все-таки дал. Ну. До десяти, я считаю. Один, два, десять! Давай, деньги сюда, я тебе сказал. Давай, открывай дверь быстрее. А этот вагон пустые. Окей. Так, всем не шевелиться. Йо, что вам дело, ты в порядке? Да, я нашел бумажный вагон. Серьезно? Ты до сих пор не заглянул в него даже? Возможно, здесь что-то есть, Артур. Во, вляпался ты, а? Сейчас. О, ват-то фак. Так. Нифига. Мы оба сдохли, прикиньте. Сейчас. Я выстрелил в одного, и в меня сразу же выстрелили. Прикольно вообще получилось, да? Так, блин, опять этих... Где нормальные пушки-то есть? Магазинный карабин сюда давай. Так, ладно, теперь будем стрелять в головы. Вторая попытка. Так, сейчас, наверное, еще набегут. Теперь я буду смотреть, а ты прикрывай. Все, больше никого нет? Ну, ладно, давайте тогда осмотрим. В сундуке всегда что-то ценное найдется. Драгоценности? Это уже что-то. Платиновый чис. Господи, откуда у них столько всего, а? Радуйся, что тебя там не пристрелили еще, блин. Ну-ка, а что здесь? Пачка денег. Сколько же денег-то здесь? 11 долларов. Фигня какая-то полная. Здесь нет ничего. Брэнди. Зачем нам брэнди? Я не знаю, но возьму. Так, в этом шкафчике по-любому что-то есть. Артур, возникли проблемы. Там два кредина на лошадях. Сколько их там? Ну, увижу только двоих. Ладно, сейчас мы их перестреляем. Мартин, Смит, приготовьтесь. Быстро слезайте с поезда, вы меня слышите? Мы приказываем вам немедленно выйти. Вас только двое, недоумки. И нам терять нечего, в отличие от вас. Почему мы будем просто не уйти отсюда? Тогда никто из вас не умрёт. За нашими оружием. О, смотри-ка, появилось ещё несколько друзей. Да, длинный язык. Зачем я только это сказал, а? Ладно, давайте с ними разберёмся. В смысле, я не попал в него сейчас? Ну, стреляй, чего ты ждёшь-то? А, вон сзади, вне, в спину прям стреляет. Эээ, чё? Кого-то убили? Чарльз был убит. Ну, капец какой, да что ж такое, а? Сложные задания пошли, сложные уже. Реально пошли задания. Лёха говорил, что... Лёха, кстати, из канала Чеха, что ты ворочу. Он обожает просто Red Dead Redemption. Говорит, что я плохо дерусь в этой игре. Да блин! Да сдохни ты, блин. О, хорошее прям попадание получилось. Прячься, я тебе сказал. Чего ты ждёшь-то? Всё, пора уносить ноги. Ой, они в той стороне. Бежим отсюда. Андреас, лети как ветер, давай! 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 Только спокойно. Фух, удрали. Тихо-тихо, осторожно, не упадя отсюда. Оу. Это было весело. Теперь я понимаю, почему тебя называют профессионалом. Да. Сколько мне причитается? Тут сотни долларов. Тебя даже не повязали. Нам нужен большой куш ещё, потом. Которого хватит, чтобы убраться отсюда. Это была подстава? Соконники появились слишком быстро? Даже не знаю, не думаю. Пока. Я начинаю нервничать немного. Думаешь, они шли за нами с Блэкудра? Возможно. Но раз уж они нашли меня возле подковы, то... Мне кажется, что это были местные. Надеюсь. Я поеду в Валентайн. И постараюсь там что-нибудь провернуть. Хорошая мысль. В любом случае, нам надо разделиться. Вы все понимаете. Не приведите хвост. Конечно. Пост. Здорово мы грабанули поезд. Не очень-то много там денег, конечно, у них было. Что-то бедники все какие-то, походу. Ну, ладно. Кто у нас сейчас есть на карте? Это Джон Марстин, да? Наверное, вот эту поездку мы с вами уже обрежем. Думаю, когда мы туда повернемся... Блин! Помогите. Он меня подстрелил. Где? Где? Где нормальная... Соленый потроха, блин. Давай-ка водой сюда. Тихо-тихо, спокойно. Я ненарочно сейчас врезался. Ладно, все. Пошли отсюда, пока розыск опять не появился. Так, ребята, я хочу зайти в магазин и купить кое-что полезное, если оно тут есть. Ром, во-первых. Я вот хотел бы купить специальное лекарство для лошади. Оно есть вообще тут? Посмотреть каталог. Есть ли лекарство для лошади? Тоники. Уход за лошадью. Полностью у вас цена. Так, лекарство для лошади. Три доллара. Лекарство для лошади простое. Сильный симулятор для лошади. Купим пару штучек. Да, я даже три возьмем. Конское зелье. Воскрешает раненую лошадь. Частично восстанавливает ее здоровье. Вот! Вот это вот нам очень нужно. Три штуки возьмем. Все. Больше ничего не пригодится. Пока что. Конское зелье нам очень понадобится. Если мою лошадь подстрелят, чтобы я мог ее вылечить. А то мою лошадь могут же подстрелить. Но если ее до смерти не расстреляют, то ее можно будет спасти с помощью зелья. В противном случае она умрет. Именно поэтому я посоветую Лехе с канала Чеха. Что ты врачу сейчас купил это зелье. Ладно, Джон Марстон находится где-то здесь. Здесь. Итак, тебе лучше? Как твой шрам? Да, быстро заживает. Везет. Ты просто безденничал или... У тебя есть зацепки? Есть кое-что. Видишь их? Кого? А, ты хочешь погонщиком скота стать? Может быть. Пошли. Куда мы направляемся? Достать кое-что, что поможет нам обзавестись овцами. Знаешь, вся эта таинственность, она бы пошла к дачу, но ты просто выглядишь глупо. Идем. Увидишь, что дельце с поездом было неплохим началом, но нам нужны деньги. Пока мы не вернемся в Blackwater. Вот что я тебе скажу про деньги. Забудь о них. Это кончится петлей на шее. Так и думал, что ты это скажешь. Да, очень много чего говорить. Говорить, это его дар. Да? А что ты хочешь сказать? Моя лошадь грязная. Когда я был его любимым пони, а теперь я рабочая лошадка. Да, че он, ну... Но... Но ты сам видел все в Blackwater. Панкертоны добрались и сюда. Наступает новый век. А этот способ... Этот наш способ жить. Думаю, мы такие последние. И нам недолго осталось. Ну шо ж, пусть и так ничего не поделать. В моем случае, да. Куда мы идем? Надо кое-что взять. Надо будет... Надо лошадку почистить будет. Я смогу это прямо сейчас сделать? О, четвертый уровень доверия лошади. Мне это нравится. И здоровье повышено до уровня 5. Это хорошо, хорошо. Это... А, это ее здоровье. Ну ладно. Здоровье лошади тоже хорошо. Я смогу почистить прямо сейчас? Могу. О, видите? Пятна мгновенно исчезли. На, ешь. Ешь. Извини, что задерживаюсь. Просто у меня лошадь была грязная. Оружейная лавка? Ты можешь зайти туда, купить себе снайперскую винтовку. Потом объясню зачем. Здравствуйте. Я бы хотел купить винтовку с хорошим прицелом. Да, конечно. Весь наш товар предоставлен в этом каталоге. Винтовка с откидным... Хе, 0 долларов. Первый раз бесплатно, да? Так. А, удерживать. Ну и все, спасибо. Эта винтовка мне очень нужна будет. Все хорошо? Да. Ну тогда поехали. Фу, как тебе не стыдно, а? Ты что делаешь? Хотя да, выбора-то не было. Ну ладно, это не мой лагерь. Можешь срать, где захочешь. У тебя вышла ссора? Да, у меня вышла ссора из половины этого города. Не кипятись. Ты ведь уже купил ее, да? Почему ты так ездишь? Ты что вообще задумал? Вечно ведешь какие-то игры, черт тебя возьми, блин. Я? Я ведь не хожу с Джеком. Ну, конечно, не ты. Если ты говоришь, что это не твой сын, то тебе какая разница? Ты, наверное, все равно опять сбежишь потом. Почему ты так интересуешься моей жизнью, а? У тебя разве нет своей? Просто делай что-то одно. Две жизни не проживешь. Это все, что я хочу сказать. Ты ведь все прекрасно понимаешь. Так что у тебя было с той девушкой? Там, как ее звали? Мэри? Эх, все вышло по-другому совсем. Нет. Было то же самое. Теперь, ради всего святого, скажи, зачем ты притащил меня сюда? Или я развернусь, укачусь? Раньше Эмиральд на аукцион. В городе все фермы отсюда прогреваются. Да, знаю одно место. Давай поднимемся на ту гряду. Оттуда должен быть хороший обзор. Сюда, Артур. Ну вот, я подумал. Стало благополучное сюда дойдет. Всю выручку заберут пара новых погонщиков. Вряд ли город захочет разбираться, кому платить. А зачем нам витовка, которую ты не смог купить сам? Я считаю, что нам она нужна будет. Надо просто узнать, с кем нам придется делать. Посмотрим, что получится разглядеть с этого места. Так, кажется, это они. Где? Пока никого не вижу. Не, серьезно, я не вижу никого. Где они? Погоди-ка, я серьезно не вижу ничего. А, возле дороги. Одна дорога, вторая дорога. Не, серьезно, я не вижу никого. А, вот они. Похоже, они. Вон тот не из трусливых. Покажи и положи еще одну пулю на него, и он поймет. Рядом с ним лучше. Что ж, здорово это их напугало. Вот только овцы что-то не сильно испугались. Ладно, пошли соберем стадо. Тебе понравилось на ранчо работать, да? Мне пару раз, да. Так, где тут лучше спуститься, и почему так лагает опять? Как бы нам завести их в загол? Они разбежались по углам. Эй, маленькие чудики, а ну бегом туда. А ну бегом, бегом, давайте, идите. Давайте, вы тоже идите, давайте. Кажется, это все. Самый короткий путь валентайн прямо за той горой. Так я же сказал, и я сам разберусь. Ты доставь меня заняться овцами, а ты поезжай рядом. И поглядывай по сторонам. Да ведь это все я придумал. Поверь, так будет быстрее. Ты же не надеешься от своей тюрьмы с лопогончика за минуту. Хорошо, что ты говоришь, я закончил. О, овец, целый стадо овечек бежит. Это просто пипец какой-то, ребята. Это уже не Red Dead Redemption, ты фиг знает, что вообще. Фермерство какое-то, блин. Red Dead Redemption это кровь. Красная кровь, смерть и искупление, блин. Это все убивают, стреляют. А не каких-то смешных овечек водят. А, это ты, я думал, это еще одна овца. Да, не затоптать животных. Давайте, пошли, пошли, пошли. Прямо в загон. Отчего вы остановились? Вперед, давайте, блин. У нас, у меня на даче в деревне тоже две овцы были. В прошлом, по-моему, или в позапрошлом году. Позапрошлом, по-моему, году. Одна была черная, вторая коричневая. Поня и черная, я назвал их. Поня и черная. Но ночью один раз... Мы хотели их продать, но ночью один раз ворвались бойцовские собаки, проломили забор к их вольер и взяли и убили их. Жалко их. Ну вот и все, пришли. Отличные овцы. Неплохие. Много видели овец, которых... Я видел овец с менее подозрительным происхождением. Да, гораздо. Вы на что-то намекаете? Я намекаю на то, что вы отдаете мне 20% выручки. А я буду держать рот на замке, да? Здесь все в порядке, извините. Конечно, я вас попрощу. Но обмен на 25% может вам еще дырку в башке сделать, а? Наказание за лунгон скота это биселица. 25%. 15? Нет, 20. 18? Не злись, приятель. Считай, что я покупаю ваши грехи. Покупаешь ты, а платим мы. Ладно, идите. За деньгами приходите после аукциона. Дадж ждет нас в Салуне. Вот оно как. Ну и чего ты остановился? Иди давай. 18% А я думал, что мы грабили. Спасибо за твою бесценную помощь. Не умеешь гнать скот, не умеешь плавать. Слушай, хватит. Мы ведь уже все-таки не дети. Моя лошадка снова грязная. Все, все хорошо. Не все, но ты знаешь. Я не верю в абсолютные категории. Я верю в оценки серого. Джентльмены. Тач, Леопольд. Девы пропадали. Работали. Дело Марстона. Хорошо. И... Мы ждем, когда нам заплатят за... Овец. Леопольд, мой добрый друг. Раз уж ты здесь, почему бы тебе не пойти с Джоном и проследить, чтобы все прошло без фокусов. Разумеется. Джентльмены? Выпьешь? Да, конечно. Ничто не искушает мозги, как беда со старым Штраусом. Надо было оставить его там, где я его нашел много лет назад. Начинаем, маленький островяк. Только с корабля. Ну, я думаю, что у школы благородных девиц Вандерлинда странные выпускники. Это так. Твое здоровье! Спасибо. Вандерлинда! Выходи! Выходи сейчас же! Вандерлинда! Ты меня не знаешь, но продолжаешь меня грабить. Меня зовут Левит Корноул. И я тот человек, с которым тебе лучше не связываться. Выходи, или я убью всех твоих людей! Что ты скажешь? Ну, грязный кусок дерьма. Выходи! Начинай заговаривать ему зубы. А я начну действовать. Думаешь, ты достичь в твоем положении? Себя грабить? Вандерлинда тебе конец! Выходи сейчас же! Разберись с этим дурацким делом! Пожалуйста, джентльмены! Произошла ужасная ошибка! Вы их с кем-то спутали! Что гораздо художе, чем обвинить одного человека в грехах другого! Разве что... Я не хочу быть с этим дачем Вандерлинды, кем бы он ни был! Блин! Промазал! Ладно, попробуем еще раз. Опять загрузка полтора часа. Блин, как-то пасмурно на улице вообще. Да! Да, нормальных пушек нет вообще. Какой-то револьвер простой, слабенький, и... пушка, в которой два патрона осталось. Да, блин! Коробка! Блин, это что такое, а? Коробка ломается. Вот это задание, кстати, сложное. Я не смог ее пройти так просто. Блин, опять эта загрузка сраная. Так, спрячемся в ящик. Куда спрятался? А че... А че их так мало стало? Вперед, идем! Стрельба из двух рук еще есть. Быстро так кончатся эти снас-заряды. Моему... Меня убьют час опять, пока он оружие перезаряжает еще... Ну, а наружу я перезаряжал полтора часа еще. И да, я чувствую, я это долго задание буду проходить. Еще эти... Еще эти долгие загрузки ждать, блин. Сразу к следующему этапу переключились, блин. Да блин, сдохни, зараза. Ой-ой-ой, почему так лагает? Да блин, че он не дохнет? А все, сдох. А-а-а! Стрельба! 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 Телбий света! это безумие да полностью согласен это все на что вы способны да так кончились или нет нет нифига дачу ты мне загородил дар путь подожди тут а все он сдох блин а как я буду сейчас стрелять в этих это наш шанс уходим так пух прошли я уж думал мы будем это три часа проходить как я в первый раз делал куда штрауст положить а погрузить убедить что за нами никто не увязался а мы вернемся в лагерь соберем людей и отправим их собираться конечно нам нельзя тут после такого оставаться так и заряжаешь оружие долго все все бежим отсюда нафиг вообще и все ну нафиг мотаем отсюда фух оторвались овцы козлища левит корнул который вот кричал на нас перед бойней это ему поезд этот принадлежал который мы во второй серии ограбили в этом лагере оставаться опасно мы будем будем начинать собираться и уходить нафиг отсюда этим мы займемся уже в следующей серии уже во втором сезоне ну и что дальше на восток было бы чудесно что ж ребята палатка моя палатка уже собрана так в следующей серии соберем остальные вещи на этом мы заканчиваем первый сезон следующий во втором сезоне мы перейдем в другой лагерь будут новые приключения это только это только начало будет еще много чего интересного так что подписывайтесь на канал с вас лайкос подписаться с меня эпичный видос подписывайтесь также на мою группу вконтакте и это самое я там выкладываю много чего интересного всем пока пока